Английский англопедук? А это Оленикова я рассказала. На эту тему можно долго рассказывать, потому что это самая больная мужская тема. Мне очень нравится, когда есть какая-то сюринка. Кстати, вот мне, не знаю, Андрюха рассказывал, нет? Он мне сам рассказал анекдот про два кирпича. На крыше два кирпича. Один ветеран, а второй молодой. Но молодому, конечно, не терпится. Да, скорее, поехали по крыше, чтобы грохнуться вниз. А то я говорю, погоди ты. Погоди, о, приготовились. Вон идет мужик. Ага, поехали. Катятся они по крыше. И вдруг молодой. Он же в каске. Эх ты, молода, зелена. Эй, мужик. Очень старый гидр. В связи с тем, что ваш покорный слуга находится в странном положении, я, в общем-то, загипсован весь, приходит бабушка к врачу, говорит, доктор, все болит, все болит. Вот голова, ой, болит голова. Сердце, о, сердце болит. Нога, о, нога болит. Бабушка, ваш палец сломан. Читает доктор Эпиклиц, говорит, о, хорошо, хорошо, угу, хорошо, хорошо. Больной говорит, что хорошо, доктор говорит, хорошо, что не у меня. Значит, пришел такой больной пациент зануда, который говорит, доктор, вот, мне очень плохо. Я вот сяду, ем, 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 ем. Потом пойду, гуляю, гуляю, гуляю. Потом лягу, сплю, сплю, сплю. Доктор мало оплачиваемый сидит и говорит, я сейчас как тебе пинка под зад дам, как ты у меня полетишь, полетишь. И сейчас Мишка Державин рассказывал, говорит, доктор, посмотрите, что это у меня. Говорит, ой, что это у вас? В последнее время их истории, иногда-то старые стали, как бы, реанимироваться. В основном это так, потому что новые русские уже исчерпали себя. Один, правда, мне нравится, традиционный анекдот про Запорожец и Мерседес. Ну, как положено, Мерседес, сзади Запорожец, дохленький, красный свет светофора. Ну, и затормозил Мерседес, а сзади Запорожец, тюк, ну, и вышел хозяин. Там старичок сидит, ни живой, ни мертвый, а хозяин Мерседеса спрашивает его, ну, и как бы ты без меня затормозил? Прекрасно. И новый русский добрый. Какой нормальный человек. Нет, тогда прадедушка есть другая, которая тоже, значит, Запорожец, значит, ну, и въехал в чей-то Мерсюх, ну, такая, как бы, типовая ситуация. Вот, выходит, требака, говорит, ну, что, дедуля, кайки тебе, все, давай, плати бабки. Он говорит, значит, так, посмотрел номера, значит, кто платит бабки, я дедушка, говорит, я еще не знаю, то ли я, то ли вы мне. Значит, давайте вашему шефу, я думаю, козлу вашему, значит, скажите, в кого вы впилились, и чтобы мне вот через 15 минут, чтобы тысяча баксов все есть, вот, на столе, а тебе охренели, говорит, ты что, дед? Я сказал, чтобы тысяча баксов, вообще через 15 минут, давайте вашему шефу. Они ему, знаешь, говорит, слышь, шеф, там какой-то козел какой-то старый, на запоре зеленом, в нас впилился, сейчас орет тысячу баксов, он говорит, какой запор, он говорит, зеленый. Ну, дайте ему тысячу баксов, пусть я варил. Они, конечно, дадут тысячу золу. Ну, не знаю, там уже у вас тёлка, в машине тёлка, сейчас вы её ко мне перегрузите. Он говорит, ты что, дед? Я сказал, тёлку, ко мне сейчас машину перегрузите, они говорят, дед, какая тёлка? Это шефа, так, звоните шефу. Они звонят шефу, он говорит, шеф, он там охренел, это там ваша баба, он говорит, машину, дайте ему бабу, дайте, дайте ему эту бабу, дайте. Ну, как, говорит, завозит ему эту бабу в машину. Они говорят, можно ехать? Они, я сейчас подумал, в качестве моральной компенсации, значит, это, мешочок-то, дедушке оставьте. Они говорят, дед, ты что, у тебя совсем к крышу поехала? Ребята, вы шефу позвоните, что я буду с вами базарить? Они звонят шефу, говорят, шеф, он Мерсюк попросил, он говорит, так, дайте ему трубку, дайте ему трубку. Они говорят, это, дедушка, шеф, у вас телефон, он говорит, тётя, папа, блин, тебя мама послала за хлебом, так езжай, и не вы... Илюша, я тебя этому не учила. Не выёб. Живойся. Лучше, ничего другим словом. Какие-то вещи происходят, диалоги в жизни происходят совершенно по модели анекдотов, то есть, собственно говоря, они могут стать анекдотами, потеряв уже авторство жизни. Про Светлова говорят, что он как-то получил гонорар, зашёл в дом журналиста, взял эту сотенную бумажку, на которой кремлёвская стена изображена, расправил её, так на свет и сказал, ну что, друзья, пропьём этот ландшафт? Рассказывает про Ахипова, может быть, это была другая певица, рассказывает про Ириду Константину, она, значит, поёт графиню, в последней сцене, в пиковой даме, значит, она говорит, запомни три карты, тройка, семёрка, туз. Это так по тексту. Она говорит, запомни три карты, тройка, вдруг кто-то кашлянул, артистка отвлеклась, четвёрка, пятёрка, потом вспомнил, семёрка, туз, из оркестра, тот говорит, перебор! Борис Николаевич Ливанов, замечательная история, когда бегал за в труппой, по театру, долго его искал, потом нашёл, и говорит, Борис Николаевич, вас вызывает художественная часть. На что Борис Николаевич сказал, художественная часть не может вызывать художественную ценность. И вот, значит, такой, актёрских, два анекдота, быстрых, про тот свет. Значит, актриса попадает, ну, ей, значит, бог делает такое, сатана, вернее, актриса попадает, пат, сатана делает, и всё. И она говорит, что, это вот, а почему я водон? Говорит, у вас такая профессия, вот, положена. А вон, вон пошла, почему в рай пошла? Вот это, вон пошла, Верка пошла, почему в рай? Она же не актриса. Правильно. И вот, значит, тоже, попал один, и говорит, значит, в ад тебя. Он говорит, ну, дайте хоть посмотреть, что такое рай. Я столько слышал, одним глазком. А там сидит какой-то человек лысый у врат. Говорит, а почему вот он, он говорит, ну, он в рай не попал, в ад тоже нет, а я бы с ним посидел, да не надо. Это Ленин, он свои труды на древнееврейский проводит. Как известно, Владимир Ильич ужасно не любил гераль. Обывательский цветок, мещанский. Подойдёт, бывало, к горшку, дёрг за цветок и скажет, а землю отдайте к листьянам. До сих пор отдаёт. Я очень люблю провождая анекдоты и обнаруживаю, что непременно передаётся и атмосфера времени, и характер человека. когда рассказываешь, скажем, про незабвенного нашего Леонида Ильича. Ну, это любимый. Любимый. Ну, про него, к сожалению, по-моему, все анекдоты, они все известны про Брежнева. Я его играл так много раз. Я один люблю ужас, очень люблю анекдот. Когда он встречался с американским президентом Фордом, то заинтересовался, почему такой прогресс у вас в Америке, что вперёд, вперёд, да, нах, извините. А тот говорит, ну, прогресс у нас, видимо, потому что, в принципе, каждый занимается своим делом. А, как это он добился, Лёня говорит. Ну, обучаем, профессиям, понимаете, у нас специально, это, ну, как бы, это специализация у нас главная. Именно каждый занимается своим делом. А конкретно? Ну, как конкретно? Я же не занимаюсь лично этим. Есть специалисты и вузы, так сказать, как у вас говорят. У нас есть, кстати, система тестирования. А? Впервые услышал это. Тесты. Тесты. Ага, а что? Ну, это вопрос. Это такие вопросники как раз вот по профессиям, по специализации. Но там могут быть и бытовые вопросы. Например, скажем, сын твоих родителей, но не ты. Леня как поднял брови, так и до Кремля добрался. Первый, кого встречает, Косыгин. Косыгин, сволочный миликан. У них оказывается все на тестах. Вот скажем тебе, сын твоих родителей, а не ты. Кто? Алексей Николаевич, человек умный, говорит, ну, видимо, мой брат. Леня еще больше удивился. И в свою очередь спрашивает подгорного. Подгорного, скажи, сын твоих родителей, а не ты, кто? Ну, а тот мудрец лысину свою морщу говорит, не знаю. Эх ты, балда, это брат Косыгин. А, вот, если помните, был совершенно гениальный дод. Брежнев рано утром выходит, и Солнце говорит, здравствуйте, дорогой Леонид Ильич, он говорит, дра, не знаешь, нет? Днем выходит покурить, и Солнце говорит, здравствуйте, дорогой Леонид Ильич, он говорит, здравствуй, ма, 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 вечером ходит покурить, Солнышко себе как катится, так и катится. Он говорит, я не понял, почему ты со мной нездоровый, ма, она говорит, пошел на западе. Про, 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 сейчас я вспомню, очень хороший был анекдот с опровержением, когда выступает Леонид Ильич по поводу чучела. Нет? Не было? Очень хорошо. Ну, там, появляется заставка на экране. Сейчас будет выступать генеральный секретарь ЦК КПСС, Леонид Ильич Брехов, появляется еще. В последнее время органами западной пропаганды и враждебными спецслужбами распространяются злостные и кривитнические измышления, порочащие, мое честь и достоинства, что якобы по Москве в автомобиле вместо меня возят чучела. Им оказывают, людям же должен совсем прямотой опровергнуть эту гнусенную кривиту и заявить, что по Москве, товарищи, вместо чучела возят меня. Ну, это хорошее. 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 Ну, или там про космос, когда молодого космонавта пригласили сынок, значит, говорит, Леня, американцы нас обскакали, на Луну позору и сандерсона надо догонять. Тот скакивает, готов выполнить любое задание партии про вседей я с тобой поэтические говорю. В общем, мы тут посвящались на солнце, по полетению, сынок. Как на солнце? Я же сгорю, Леонид, или... Ну, мы тут в политбюро тоже не дураки сидим. Ночью по полетению. А еще мне очень нравились вот эта серия этих его выступлений. А их же не было, ерунда, придумывали, когда... Вот органы западной пропаганды в последнюю войну распространяют гнусные клеветнические измышления, что якобы я настаиваю на том, чтобы мне вручали всякие награды и коллекционируют эти ордена, медали и всякие царские побряковки. Должен опровергнуть со всей прямотой эту гнусную западную клеменду и грязь и заявить, что недалеко как уча, я, к примеру, я отказался от ордена берега слоновой кости золотое кольцо в нос. Но вот про Сталина такого уже вот так не скажешь. Вот уже. Ну, про Сталина они все действительно не смешные. Нет, было же вот это, которое мы с Юркой, кстати, эту игру сняли. Когда Сталину показывают некую картину, он смотрит на экран, говорит, а мне кажется, что этот артист похож на товарища Сталина. Ну, и представитель госкино уже, так сказать, надевал полные штаны. Так специально все делали, чтобы был похож на вас. Подождите, что тут? Как это? Какой-то актер никому неизвестный. Он похож на вождя, на руководителя коммунистической партии Советского Союза, на руководителя крупнейшего государства рабочих и крестьян в мире. Мне кажется, за это его нужно расстрелять. Все, все, может быть, не расстрелять, может быть, усы избрить. Или так? Хороший издалю. И про Черчилля. Замечательный анекдот, когда Черчилль обходит строй летчиков, звучит папам. он сигарой. Он ходит и не стоит. Каждый представляется летчиком. Он подходит к одному, второму, третьему. Сержант Смит сэр. Женат, двое детей. Похлопал сигарой дальше. Капрал Джон, сэр. Женат, 26 лет, пятеро детей. Лейтенант Томас, сэр. Женат, 24 года, двое детей. Подходит к следующему. Какое-нибудь имя? Какое английское? Харрисон. Лейтенант Харрисон, сэр. Женат, 21 год, 8 детей. Вы знаете, лейтенант, я очень люблю курить сигары, но все-таки иногда вынимаю их изо рта. Да, 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 из английских. Это хороший сам анекдот и обстоятельства его рассказа. Сначала скажу анекдот. Некий лорд 20 лет подряд ходил в гости к другому своему приятелю лорду, тоже лорду. 20 лет, как только пробивало 6 часов, он звонил в дверь, они пили кофе, обсуждали новости, курили трубки. И так 20 лет каждый день. И вот пробивает 6 часов, звонка в дверь нету, пол 7-го 7-8 нету. И обеспокоенный лорд посылает Дворецкого, тот через, на лошади, через графство, значит, к тому лорду, тот сидит у себя в холле, у камина, в одиночестве, читает газету, пьет кофе, курит трубку. Тот говорит, сэр, почему вы не у нас? Тот говорит, знаете, сэр, надоело. И вот этот анекдот я услышал в качестве... Этот анекдот рассказал Давид Самойлов. Это было в середине 70-х годов, в Москве был вечер в доме актера, и его спросили, почему вы, московский поэт, живете в пиарну? И он рассказал этот анекдот. Знаете, надоело. Такой неприятный анекдот про Шерлока Холмса и Ватсона с трубкой, не знаете? Нет. Курил Шерлок Холмс с утра до ночи, дымно было, безумно. Ватсон решил его отучить курить. Когда Холмс возвращался, он брал его трубку и потихоньку засунул все между ног и клал ее на стол обратно. Холмс сходил, брал трубку, задумался и курил. Ватсон был разочарован очень сильно. И в следующий раз перед приходом заранее, минут за пять взял трубку и долго держал ее у себя. И опять положил на стол. Пришел Холмс задумчивый, весь в своих мыслях, взял трубку, курил ее долго, опять накурил страшно. Ватсон был безумно разозрен и уже часа за три из-за того, как пришел Холмс, взял трубку и засунул в себе, долго держал, вращая ее там, чтобы максимально испортить настроение Холмса. Холмс пришел и опять не заметил этого. И курил все время и дальше. Но Ватсон без этого больше не мог. Пристрастился к трубке. Это очень смешно. Да, да, да. Вот я могу рассказать историю, она как бы и байка, и анекдот, и одновременно смешная история про Георгия Саныча Товстаногова, великого театрального режиссера, который когда был в Англии на приеме на каком-то, его попросили рассказать, что такое, вот как в России понимают английский юмор. Лоуренц Оливье пригласил деятелей культуры разного рода, и в том числе Товстаногов оказался там к себе домой. У него молодая жена, не Вивьенли, молодая жена, которая вдруг в процессе сказала, Сертовстаногов. Мы здесь в Англии знаем, что русские очень любят английские анекдоты. Не могли бы вы рассказать, как это у вас выглядит? Я мгновенно, я даже помню слово, которое Георгий Саныч сказал. Вы извините, я мгновенно взапрел. Потому что не буду же я рассказывать этот дурацкий анекдот про то, как один джентльмен стоит на улице, лежит, дохлый, извините, лошадь и проходящему другому джентльмену говорит, не могли бы вы мне помочь? Ради Бога, говорит тот, что надо делать? Давайте попробуем эту лошадь внести в дом. В доме, оказывается, ее надо внести на третий этаж. Там квартира и не просто, а положить ее в ванную. И джентльмен, который помог с удовольствием это сделать, только уходя, чисто английский характер, спросил, прости ты, сэр, а зачем мы, собственно, это сделали? И тогда хозяин и тот, который просил помочь, сказал, дело в том, что мой брат Джордж сейчас на охоте, когда вернется, захочет принять ванну. не буду я этот дурацкий анекдот рассказывать. И тут меня осенило. Я вспомнил одну историю и рассказал. Школа. Учитель говорит, дети, сегодня мы будем писать сочинение. Тема свободная, но помните, во всяком сочинении должен присутствовать Господь, Бог, Королева, но и, естественно, интрига. Без интриги никакое сочинение невозможно. Все поняли? Все. Приступайте. Через минуту Том поднял руку. В чем дело? Том, ты не понял что-то? Я уже написал, сказал Том. Удивленный учитель прочитал. Одному Богу известно, отчего забеременела наша королева. Ну, все посмеялись и потом, кто-то из этих вельмож сказал «бедная Лиза». И вот тут засмеялся Герсанч, что становилось. Грандиозный успех имел этот анекдот. В школе сидит тоже такой бедный мальчик из местечка, сидит такой несчастный. И он говорит, учитель говорит, ну ты, ты, что ты там? Ну-ка, ушастый, встань, скажи, сколько у тараканов ножек? Он говорит, мне бы ваши заботы, господин учитель. Мужик в трамвае, да, в трамвае сел, да, вынул фляжечку, отвинтил, начинал наливать. И говорит, мужик, а за проезд? Он говорит, за проезд. двое таких мужичков, ну хорошо, так нахряпались, в общем, что называется, в хлам. Вот, и вот один лежит, просто лежит в луже, а второй над ним стоит на коленке, вот так вот. И этот, который на коленках, это у которого лежит, говорит, Саня, ты меня уважаешь? Он говорит, Витек, я тобой горжусь. Существует мужика лет по 60 встречается вместе, один говорит, слушай, я женюсь. Что ты говоришь? Да. Он весь такой галстук, любит рубашечки, на пробок причесан, душится духами. Так волнуюсь, так волнуюсь, вдруг она мне откажет. Ну почему же откажет? Ты знаешь, я не 60, ты знаешь, у меня будет больше шансов, если я скажу, что мне 50, как ты считаешь? У тебя будет больше шансов, если ты скажешь, что тебе 70. не 60. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok